Ну что, доброе утро. Доброе. Утро доброго не бывает. Игорь там деньги свои считает. Я только что сломал свою камеру. Поэтому друзья, все кто смотрит мой канал, будете смотреть трясущиеся. Либо переходите на мой канал, подписывайтесь. Будете смотреть на моем канале нормально, стабилизировано. Приехали в сервис. Как договорились, в 8 утра. Вчера вечером до 6 они работают. Мы пол шестого приехали. Они сказали, приезжайте к 8 и за 2 часа сделаем. Мы приехали к 8, они говорят, что стекла нет. Машина пока стояла в посольстве. Вся запылилась. Я сейчас сам это все поменяю. Потому что ребята говорили, что они ее два раза мыли сверху и внутри. Но здесь такое количество пыли и грязи, что она просто везде. Ну, соответственно, сверху она более-менее чистая. А можно мне слово сказать? Давай. Ребят, если вы соберетесь куда-нибудь ехать с Королевым Романом, то я вам очень рекомендую сначала пройти краткие курсы механика. Водитель. Нет, именно просто хотя бы механик. Потому что водитель, он сам неплохой, он постоянно сам рулит. Но моя прошлая поездка началась с того, что я прокачивал тормоза. Эта моя поездка начинается с того, что я меняю стекло на Дахтере. Так, а следующая какая будет? Вот я даже боюсь представить, что будет дальше. Но говоришь русский, но... Чуть-чуть? Давно не говорили, да? Да. Как дела? Луис. Луис вас зовут? Я Рома. Рома. Хорошо. Как дела у вас? Как дела? Как в Анголе сейчас? Все хорошо? Хорошо, все хорошо. Что, туризм, приезжать? Туристы приезжают? А, туристы просто говорят, а, ты понимаешь, ты понимаешь. Окей, 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 окей. Вот чувак чуть-чуть говорит по-русски, несколько слов нам сказал. Помнят еще русский язык некоторые люди. Вот так вот видеоблогеры зарабатывают на жизнь в Анголе. Не на жизнь, а на поездку с Королевым Романом. На поездку. Денег нет, у кого нет денег, можете просто мыть машину его ежедневно. На самом деле это кастинг-конкурс. Кастинг мокрых трусов. Блин, ну конечно, это грязь, пыль она везде, реально. Ее просто не отмыть. Никакие резинки не спасают такие вещи. Они просто уже въедаются в пластик. Ну сейчас посмотрим. Может быть, золотые руки уральского мастера что творят чудеса. Вот мастер сидит на стуле. Там разбирают дверь. Чуваки разбирают вам дверь. Крайне редкий раз, когда спокойно разрешают снимать. В общем, ребят, нас смутило то, что он начал разбирать вторую дверь. Я спросил, зачем. Он мне по-португальски хотел, чтобы посмотреть оригинал размера. Тут меня это немножко сомнение во мне отвело. Я спросил, а зачем ему оригинал? Он сказал, чтобы вырезать. И вырезать они собираются вот из такого пластика. Это обычное оркостекло. Оно, видите, какое-то толстое. Они говорят, что оно ничем не хуже оригинала. А по некоторым характеристикам даже лучше. И самое главное, стоит дешевле. Я подумал, что нам такой вариант не подойдет. Потому что оно очень быстро зацарапается. Да, и помутнеет. Потому что здесь песок и солнце. И менять потом второй раз стекло смысла нет. Если ставить, то стекло. Пусть оно будет не оригинальное. Но я как-то скептически отношусь к стеклу из пластика, которое вырезали при тебе. Поэтому сейчас поедем в Рено Центр искать другое. Короче, стекло оригинальное. Стоит 65 долларов. Ого, 66 грн. 65 грн. И ремонт, он сказал, час. Но сейчас узнаем, сколько цен. Но я думаю, в сотню уложимся. Прекрасно. Я сразу тебе говорю, что надо к официалам. Прикол в том, что у нас не ангольские номера. И что? И мы не можем ремонтироваться в сервисе, если у нас не ангольские номера. Да, ну, наверное. И вот этот чувак, который с бородой, с кем мы с самого начала общаемся, у него тоже Рено Дастер. И мы, короче, как будто на его машине нам ремонт делают. Привет, ангольцы. Накрыли нам стол воды. Подошел еще местный чувак. Говорит, ребята, хотите немного африканской музыки? Да. У вас есть, говорит, флешка? Флешка. Мы говорим, нету. Она говорит, чёрт. Я не удивлюсь, если у меня сметнутся, где-нибудь губят ее, закачают. Они реально очень дружелюбные, очень приветливые, очень открытые, готовые помочь. Причем бесплатно. Не говорят, что типа дай мне доллар, а бесплатно. Просто, ну, просто потому что мы попали в такую ситуацию, вот они нам готовы помочь. Ну, может быть, действительно, еще хорошо относятся к русским, потому что вот у этого Давида, который здесь главный, который нам помогает, он учился в Сербии, у него брат учился в России, а отец работал в Советском Союзе, говорит, по-русски. Может быть, еще по этому, не знаю. Я общался с Давидом, который здесь менеджер по продажам, который нам помогает, он хорошо говорит по-английски. Он рассказывал, что в Анголе, вот, зарплата, например, механика, которая нам меняет обширки, порядка 60 тысяч квансов. Для примера, мы сейчас меняем все стекло вместе с работой за 40 тысяч квансов. 40 тысяч квансов – это примерно два курса, как я уже говорил, официальный и черный рынок. Если бы я заплатил карточкой, я бы заплатил примерно 250 долларов. Если я плачу наличкой, то я заплатил 116 долларов, потому что, когда ты плачешь карточкой, ты плачешь по официальному курсу, а на улице у уличных менял ты можешь менять по черному курсу, который в два раза выше. Соответственно, выгодно платить наличкой, менять налик и платить. Вот Duster здесь стоит миллион двести на наши деньги, если по черному курсу считать. Моментально снял обширки, сейчас снимают заклепки. В том сервисе у нас минут сорок только ушел, а мы их на то, чтобы они сняли обширки. Вот, здесь уже все снял за пять минут. Стопка не пылесосили, а стекол все равно вон сколько на поле. Вот, уже вставили стекло. Видите, ты вошел вот тут? По опыту предыдущей поездки я понимаю, что больше пропылесосить возможности не будет, поэтому я думаю, что надо пылесосить как можно больше. А ездить в грязи тоже кайпа нет. Никакого. Вот смотрите, что делают. Красная пыль индийских дорог. Ну, не индийских, а африканских. Так как мы сделали ТО всего лишь четыре тысячи назад, решили хотя бы пропылесосить фильтр, потому что очень, очень, очень пыльно, грязно. Прошло реально меньше часа времени. И прекрасный просто сервис Рено. Вот реально, второй раз уже заезжаем. Первый раз был в Гане, мы проводили ТО. Смотрите там ссылку. Сейчас мы меняем стекло в Анголе. Реально, как бы, только положительное впечатление. Тачка настолько распространена, что ты можешь в любой стране мира заехать. И еще самый прикол в том, что в полтора раза дешевле с оригинальными запчастями, чем в уличном сервисе. Прикиньте разницу. В уличном сервисе окно из оргстекла вырезанное с работами 4 часа, он говорил, времени стоило 160 долларов. Оригинальное стекло, оригинальный сервис Рено 116 долларов. Месяц с работами. И еще мы тут пропылесосили сами всю машину, пропылесосили фильтра. Рено реально консавчики. Он тебе сам пропылесосил. То есть зря мы пропылесосили, а он бы сам пропылесосил. Он бы все сам пропылесосил. В общем, нас попросили после всего заехать в главный офис и поснимать команду Рено, которая помогала нам в решении этих проблем и вопросов. Вот, значит, соответственно, это босс, боссов шоурум. Нелсо Марселлино. Нелсо Марселлино. О, да. Шоурум в Анголу. Шоурум в Анголу. Да. Все шоурумы в Анголу его. Нелсо Марселлино. Спасибо. Вся команда Рено, которая нам помогала. Спасибо. 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 Скажем им спасибо. Абригаду. Абригаду. Абригаду, да. Значит, заехали на заправку в Анголе. Бензин стоит 160 кванц за литр. Это чуть меньше, чем пол доллара. Если менять на черном рынке. Если официальный, то почти доллар. Первая остановка наша по пути в Лабинду. Из Луанды едем. Проехали, не знаю, кинометров 80. Вот такое местечко. Мирадора де Луа. Очень прикольно, красиво. Похоже на Брайс Канен, который в Америке. Это все эрозия. И вот эрозия вот здесь даже есть. Видите, здесь завезли уже щебень и песок. Будут засыпать вот этот провал. Вот такой провал. И вот здесь еще один кусочек эрозии. Рома, а что тебе консул рассказывал? Вице-консул. Вице-консул я рассказал, потому что здесь полгода назад российские военные приезжали со своими семьями просто попутешествовать как туристы. Вот. И на этом месте вот здесь их ограбили с оружием. Ребят, оказывается, в Анголе тоже есть платные дороги. Сейчас мы посмотрим, сколько они стоят. Это не дорога, это мост. Платный мост через реку Квай. Или Кванза, как она называется. А, Кванза. Кванза это деньги. Фигласи, сколько, сколько. А Квай это в Таиланде. Как река-то ее называется, блин. Ну, как-то так река и называется. А ты помнишь, какую реку мы переезжали, когда мы ехали в Джанэ? Ниггер же. Да. Я просто думаю, помнишь ты меня? Не, ну Ниггер большая река, а здесь-то маленькая река. И что соку у нас? 315, наверное? Не знаю. 315 чуть меньше доллара. Косаряо. Сколько ты ему дал? Косаряо. Сейчас он мне даст сдачао. А сколько проезда стоит? Мне кажется, 315. Но я на всякий случай дал ему косаряо. 315 это меньше, чем? Доллар. Абригаду. Как я? Абригаду. Так, ну мы, значит, проехали реку Кванза. И вот здесь мартышки. Ребята, в подтверждение слов о диком мире. Смотрите, смотрите. Как бы они на сумму напали, а? Опа, она такая. Опа, она, пацаны. Опа, опачки. Пацаны приехали. Пацаны, привет. Что они, нет? Дикие. Нет, сидят. Можно было сдать. Вон, одна на дереве висит. Прикол. Где? Нет, не знаю. Лежала, лежала на ветке. Вот это прикол. Вот коровы, зебу. Это сорт зебу. Зебу, ага, рогатая. Только что рассказывал Игорь, если мы ехали по Западной Африке и выезжали за пределы города, там цивилизация заканчивалась и просто не было ничего другого. То здесь, в Анголе, цивилизация заканчивается и есть дикие животные, потому что здесь их еще не съели, здесь их еще более-менее защищают. Не так много, как в Намибии и в Южной Африке, но все равно есть. Есть вероятность и увидеть жирафов прямо с дороги и слонов. Да ладно? Да, да, Маша рассказывала. Слушай, если слоны будут, давай запустим коптер, полетаем. Ну, однозначно, мы же должны... Можно не бахать. Да, мы же должны наверстать упущенных слонов в Буркина-Фасон. Которых мы искали-искали и не нашли. На коптере, да, и не нашли. И вам показать-то особо нечего, что вам кусты показывать, как налетали. Вот. Но, тем не менее, мы ждем диких животных, и мы надеемся их увидеть. Надеемся увидеть еще в Анголе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»